вот эта ступенька на вкус вот тут 4 миллиметра это выступают уголки выступают здесь и там и там сверху это здесь выступает наружу цилиндр остальной коллектор ну как бы где-то около вот в этих местах около трех миллиметров там на двух миллиметров это сейчас все будем убирать чтобы ровненько было что на пути хода смеси нам ничего не мешало вкусной коллектор за подпилили по цилиндр все ровненько без всяких ступенечек стало все хорошо красивый переход сейчас еще запилик запилили здесь убрали эти приливы которые были от шпилек он тут так грубовато на просто они торчали где-то сантиметр полтора такие выступы бабушки убрали чтобы на карбюратор плавнее смесь разлеталась и сейчас вот этот приливчик к этому запилим и все готово будем все уже собирать собрали коленвал положили в картер герметик виктор рейнс блин засел обезжириватель обезжиривали как бы клинерах осталось за собирать поставить цилиндры поршня сжигание еще работы ёбаный в рот и сейчас все на вы так смотрите она на видео и думаете сидят два каких-то дебилами какой-то комнате с диванами линолимся фигня собираем на стелике холодильник микроволновка сидят собирают мотор ну или что-то режет там шкара просто в гараже свет плохой там ничего не видно здесь все нормально светло светло ярко уютно и тепло вот и сидим как два бомжика пилим режем на хуй ну вот все исправили обточили завтулили сделали в тур ну вертыш сделали старые отверстия которые были ремовские убрали заварили аргоном не стали варить ну и соответственно то отверстие тоже заварили получились вот четыре отверстия 3 8 очки 1 шестерочка чуть-чуть семерка короче сюда нельзя жалового аппарата не подобраться если если запихать то надо было бы вырезать вот эту кромку всю полностью связать так делать не стали проще втулку сделать и посадить на герметик герметик виктор рейнс всем советую хороший герметик картер собран на его по поводу поршней доработки самих поршней вот чешской поршни куплен один уже отполированный до зеркала секунду видно пока засижу снимаю а этот молодцы мы для сравнения сейчас второй тоже заполируем поршни получится это вот левый поршень с отверстием до отверстие будет еще одно еще одно ниже отверстие что в правом что в левом поршне будет одинаково со стороны выхлопа с помощью наждачки убираем буковки выбитая заводом на поршни они не нужны лишние места куда будет прилипать нагар убирается наждачкой тысячи восемьсоткой только не сильно не увлекайтесь не делайте глубоких пор потому что после этого их очень сложно убрать пастой гоя полировка днища почты поршня делается для того чтобы не было много нагара отложения чтобы нагар меньше прилипал то есть к шаршал поверхности нагар будет прилипать вся сажа как коксоваться сверху будет на головке а уже полированный будет ну на обычном поршне ты проедешь на при этом 500 километров у тебя уже нагар будет там около полу миллиметра на таком поршне нагар еще за 500 километров не будет пошли больше то же самое делается с выхлопным каналом на сейчас покажу но он заполирование да не до зеркала но такой как бы сделан очень гладкий не получилось снять про поршневые кольца скажу так зазор в кольцах должен быть от 0 45 до 0 55 обязательно проверяйте его вставили кольцо в цилиндр промерили щупом если нет такого размера подпиливайте надфилем торцы колец и обязательно проверьте чтобы кольцо сходилось на коксе как на коксе поршни в замок чтобы замок закрывался замки бывают разные на кольцах и поэтому может быть такое что замок не закроется после полировки получились вот такие поршни но днище очень гладенько нагар будет прилипать минимальный с использованием хорошего масла как сделать отметочки отметки для отверстий в поршне вот значит ставим поршень можем мы поставили на старый палец он легко входит туда вот и начиная от нижнего кольца делаем отметку вращаем коленвал ну да вверх до верхней мертвой . от нижней мертвой до верхней мертвой все то же самое с другой стороны вот мы получили так вот это риска бот на 2 миллиметра немножко сюда так так вот получается сейчас спросили вот здесь отверстие вот от ночи в этом месте здесь здесь одно учиться холодильник где-то все отверстие можно сделать без всякой разметки в принципе я делал просто впервые надо было убедиться самому для себя и поэтому размечала так на правом поршне напротив коксы поршневого кольца линеечка вот так отмечаете все карандашиком отметили делаете два отверстия левый поршень соответственно отверстие просто ниже существующего вот получились такие поршня то левый это право оба зырками почему не стали сверлить здесь отверстие что здесь холодильнике там же ребра жесткости пальцев поршневого ну и здесь холодильник очень близко к каналу к выхлопновым нормально будет и так и старый по цилиндру отверстие находится вот на этом вот вот в этом промежутке и будет осужать вот эту стенку но самая же на теплонагруженная части выхлопного отверстия вот эта стенка и бонус уже а холодильник год холодить ну а остужать вот эту часть взвешиваем поршни правый поршень 313 грамм я уже по несколько раз весь левый поршень 313 грамм чешский поршень 313 грамм есть поршни вот такие они были с как оно тифоновым покрытием таки это в прошлый сезонные катались взвесим чисто для интересу 321 получается правый поршень 322 левый поршень цветы тоже 21 и 22 грамм а те 313 на 10 грамм поршни легче на ней так даже чувствуется что вот эти поршни старые что они получаются сейчас зависим так получается набор поршень поршень два кольца палец и сепаратор 400 так 414 получается левый и прав и правый поршень вот 314 414 414 идеально как надо снять как мы одели поршни чуть не получилось камеру почему-то выключилась палец в поршень ни в коем случае не на заколачивать он одеваться на горячую поршень греется вот так горелкой или можно скопятить в воде сам палец остудить в снегу или положить морозилку остудить там и после этого палец очень легко войдет в поршень но это надо делать быстро чтобы палец не не успел нагреться от горячего поршня при сборке маски таким же диктатом маслицы сдобрить на нас слишком это дело чтобы первый запах был не на сухую прокладочка тоже сам вырезал из паранита 05 вот заводская прокладка вот моя резина вот разница по покладке эти пеновы не совпадают так на борт положу вот так ну короче она здесь болтается я уже резал и геонид цилиндры на картер устанавливать на прокладочку но прокладочка мазалась с двух сторон герметиком виктор рейнс но этим же самым как он использовался для картера двигателя и для вкусного коллектора не спешите опускайте цилиндр аккуратненько будьте будьте аккуратны с кольцами заводите их в свои посадочные места на коксу чтобы главное не сломать кольцо после установки цилиндров устанавливайте головки протягивайте их немножко и в это же время устанавливайте вкусной коллектор тоже самое на герметик немножко подтянув головки посадив и примерно на свое место протягивайте вкусной коллектор потом снова потяните головки с небольшим усилием и уже до конца протянул впускной коллектор после этого протягивайте окончательно головки чтобы не было подсоса воздуха а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только тепленький стал мотор. Ладно, не будем ебать без обдува. Короче, в итоге. Ничего не настраивало. Карбюратор так, без тросиков даже. Карбюратор не подсоса, ничего нет. Выхлоп не поставлен. Зажигание так просто прикручено. Просто примерно выставил. Маховик отдел, прикрутил. Все. Из проводки. Только от зажигания. Шлейф, коммутатор и катушка. Все, больше ничего нет. Ни гушилки, ничего нет. Смотрите, следите за выпусками. Будет новое, будем обкатывать. Поедем. Поедем 3-го числа. На рыбалку на Новый год. По традиции. Каждый год ездим. И в этот год поедем. И там мы с вами общаемся. Чем-то. Крутой вариант. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.